Привет, друзья! Вы на канале Баронакруси. В сегодняшнем видео покажу вам свои новинки Nintendo. У нас тут 4 новинки, и каждые по 2 штучки делятся на отдельные 2 категории. Буду их по очереди чередовать, поэтому начнём с первой. Первая это игра на Nintendo Switch, которая вышла где-то в августе, в середине августа. Это Jump Force Luxe Edition. Это файтинг про персонажей студии Jump, который пускает мангу, всякую продукцию в Японии. Это файтинг, который собирает в себе множество вселенных серии Jump. Сюда входит Наруто, One Piece, Dragon Ball, как вы видите. Также есть множество персонажей из других вселенных Jump. К саму серии файтинг, я вам расскажу, о что я играл, именно играл в сентябре. Там более будет подробно рассказано про это. Видео уже скоро будет на канале, поэтому смотрите внимательно. Там более подробно расскажу про игру. Но игра стоит очень дорого. 4200 вроде во всех магазинах. У меня были баллы, потом дешевле вышло. Но скажу сразу, для тех, кто инвестиционный этой игрой, тут очень большие проблемы с FPS. FPS иногда бывает меньше 30 FPS. А вы знаете, динамичные файтинги, и с этим очень сложно справиться и играть. Сама себя игра включает один пас, есть ещё второй. Он 1000 рублей стоит вроде бы как, выкупить можно. А в самом картридж вшит первый пас DLC, куда входит 9 DLC персонажей. Которые тоже из этих серий Jump. В принципе, мне понравилась эта игра, и я вам про неё расскажу именно в сентябре более подробно. Это такой файтинг с персонажем в стиле Наруто Шторм. Если кто играл Наруто Шторм, должен знать, что это себе представляет. Вы бегаете от третьего лица по всей карте, сражаетесь. Вот такая вот игра. Более подробно смотрите в следующем видео. Следующая вещь. Это Амиба по Smash Bros. Персонаж Hero из Dragon Quest XI. Для многих, конечно, вы знаете, что Dragon Quest это одна из моих самых любимых серий. А особенно 11-я часть, которая мне очень понравилась. На свече она выглядит отлично. Графика, конечно, уступает старшим платформам. Но она и здесь выглядит отлично. Мне очень понравился сюжет. Персонажи очень интересные, проработанные. А какая музыка здесь оркестровая, это моё почтение, одним словом. Очень хорошая игра. Поэтому, кто не играл Dragon Quest XI на свече, и если вас не пугает английский язык, потому что игра на английском языке полностью, я играл с переводчиком. Да, конечно, сложно сесть с телефоном и переводить. Но если бы я не сидел и этим не занимался, я пропустил бы очень крутую игру. Поэтому советую вам поиграть в эту игру. Если вы любите JRPG, классические такие. Потому что пошаговые бои, и вы бегаете с персонажами, знаете, как классические, только более современные оболочки. Сама фигурка про себе очень сделана детализирована. Когда эту фигурку анонсировал, я понял, что по-любому буду брать. Потому что мне очень нравится эта игра. И иметь такой персонаж в коллекции самое то. Поэтому вот такая вот фигурка, вот в этой моей коллекции. Как вы знаете, все мои фигурки, я имею в виду, хранятся в коробочках. Потому что мне так нравится их хранить, коллекционировать. Так было интересно, красиво. И сама коробочку очень жалко рвать. Идемте дальше. Следующая игра, которую, наверное, все слышали. Это Super Mario 3D All-Stars. Это сборник трех классических Mario. Super Mario 64, Super Mario Sunshine и Super Mario Galaxy. Первая часть выходила на Nintendo 64. Эта часть выходила на Gamecube. А это на Wii. Я до этого не играл ни в одну часть. Но Nintendo 64 у меня была в детстве. Я в нее играл. Поэтому очень хотел поиграть именно в 64. У меня не было на Nintendo 64. Mario 64. Поэтому эту часть я залип больше всего по времени. Но более подробно я про это расскажу вам, что я играл в сентябре. Там, который будет на следующей неделе видео. Там более подробно будет рассказано про эту игру. Какие эмоции. Сам по себе сборник хороший. Конечно, многие называют, что это эмулятор за 4,5 тысячи. Но на самом деле, очень хороший сборник. Мне понравился. Еще музыка включена. Из трех игр. Такие сборники музыки. Которые можете просто включить. Выключить свитч. Она будет у вас играться. Как-то как плеером такая. Более подробно вам говорю. Посмотрите, в следующем видео. А там в себе сборник. Самое главное, что на ограниченный тираж. Как Nintendo сделали. Жадные Nintendo, как многие скажут. Сделали ограниченный тираж картриджей. И цифры. Самое главное, что и цифры не будет в продаже после 30 марта. Что будет дальше, никто не знает. Поэтому вот так вот. Я взял обязательно в коллекцию. Он только пропадет. Так сказать, повелся на маркетинг Nintendo. И последняя вещь. Это тоже Амибо. Это Джокер из Persona 5. Да, вы наверное знаете такую игру. Но свитчек, к сожалению, ее нет. Есть только версия какая-то. Как жанры Musou, выпущенная кое-то Экму. Но она только в Японии. Пока что в Европе, в США она не вышла. Она полностью на японском. Есть еще на китайском, корейском. В тех регионах, что бы выходила. У нас, к сожалению, нет. Когда у меня был PlayStation, я, к сожалению, пропустил часть Persona 5. Потому что как-то не интересовался раньше JRPG. И меня отпугивал английский язык. Как и многие, кто не играет в игры на английском языке. Меня тоже отпугивал английский язык. Но я переборол себя. И седал поиграть с переводчиком. И знаете, с переводчиком самое то играть. Потому что даже английский у меня подтянулся. Намного лучше стал, чем был изначально. Поэтому во многих играх теперь я уже не так сильно ориентируюсь на переводчик, как раньше. Что это мне очень помогло. Поэтому если у вас будет английский язык, дайте хотя бы одной игре шанс. И попробуйте переводить. Возможно, вам это понравится делать, как и мне. Поэтому, возможно, если я куплю когда-нибудь себе пятый PlayStation, то обязательно я куплю себе эту игру, которая вышла на четвертом PlayStation. Потому что обратная совместимость. И пройду ее. К сожалению, сейчас сожалею, что когда у меня был четвертый PlayStation, я ее не прошел. Но вот такую фигурку. Она очень красиво детализированная. В своей коллекции имейте самое то. Мне очень нравится. И, возможно, когда-нибудь она будет стоять вместе с диском на пятый PlayStation, на четвертый PlayStation. По Persona 5. Вот такие у меня новинки игр на Nintendo Switch. Фигурки Амибо. Поэтому подписывайтесь. В следующей неделе будет, во что я поиграл в сентябре. Там будет более подробно про эти игры, которые здесь есть. Всем удачи и пока.